Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Кавказский меловой круг не принадлежит к числу самых востребованных и ставящихся пьес Брехта, однако в нашей стране тема грузина, грузинского народа невероятно близка, и поэтому нашим зрителям пьеса хорошо воспринимается. Впрочем, как говорит режиссер спектакля Евгений Дробышев, взял для постановки пьесу Брехта «Кавказский меловой круг», потому что его заинтересовал главный вопрос этого произведения – есть ли высшая справедливость в мире. Сложно сказать по поводу всего мира, но в этом спектакле точно есть история человеческой бескорыстности, помощи ближнему в трудное время. В постановке Евгения Дробышева спектакля «Кавказский меловой круг» театр «Самарская площадь» Анастасия Карпинская победила в номинации «Лучшая роль молодой актрисы». Вот именно они сегодня гости в студии. Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый день. Ну что же, премьера состоялась Евгений Борисович. В прошлом году вы обратились к творчеству Бертольда Брехта. Скажите, пожалуйста, почему именно вы выбрали «Кавказский меловой круг»? Ну, наверное, потому что когда-то, когда мне было там 22, наверное, я посмотрел эту вещь по телевизору, показывал этот театр Руставель, Роберт Стура. Это было огромное впечатление. И потом такого впечатления, ни один спектакль... Хотя по Брехту очень мало Сталин, очень мало. Но оказывается, напрасно. Так в 20 лет посмотрели, Евгений Борисович, вам в том году был юбилей 65 лет. Столько лет прошло, и вы дозрели, что ли? Ну, наверное, наверное. Наверное. Ну, по крайней мере, если вообще о всем творчестве Брехта говорить, то у меня вот как тогда запала эта вещь, так и запала. То есть если однажды что-то режиссеру в голову западет, он обязательно это реализует у себя в театре и на сцене. Ну, хорошо. Анастасия, вопрос к вам. Вот как раз, да, как я уже сказала, вы получили очень значимую, мне кажется, для молодой актрисы такое признание, что испытали в тот момент и вообще как узнали об этом. Естественно, это было неожиданно и очень приятно. Да, как я не раз говорила о том, что эта роль, она пришла ко мне неспроста, она для меня важна, и я и на сцене в момент получения премии сказала о том, что я хотела бы чуть-чуть быть похожей на свою героиню. Мне немного не хватает того, что есть у нее, и значит, она неспроста пришла, она пришла меня научить чему-то. И да, то, что я говорю со сцены от себя, ее устами, и то, что говорит она через меня, это все совпало. Совпали энергии, совпали звезды какие-то. И все это попало именно в тот момент, в который должно было попасть, в том месте, в то время, да. И за это благодарю Евгению Борисовичу за доверие. И в первую очередь огромное спасибо, я всегда это говорю, не устану это говорить моим коллегам, которые меня настолько поддерживали, настолько они были во мне уверены больше, чем я сама, мне кажется. И всегда, когда у меня был какой-то момент упадка, я всегда знала, что есть плечо рядом, которое крепкое, которое меня поддержит и скажет, ты справишься. И действительно я справилась, как оказалось. Евгений Борисович, как шла работа над спектаклем? Как вообще придумывали концепцию? Что думали, когда решили ставить? Потому что ведь это важно придумать и объяснить все очень четко актерам, чтобы они воплотили на сцене ваш замысел, замысел режиссера. Ну, я скажу, работа шла долго довольно, поэтому перекопали мы все. Наш театр же заточен на игру такую реальную. По-таниславскому. И я такой же, в общем. И мы этюды какие-то делали, этюды. И только потом какой-то был вот такой щелчок. Это балаган, балаган. И когда мы начали балаганить, все начало вставать. Вкладываешься. Все-таки пазлы сошлись вот именно, да, в такой интерпретации, в таком прочтении. Да. А Брехта иначе он будет, ну, не тот. Он будет скучен. Самарская театральная премия. Вот как раз о чем мы с вами говорили, Евгений Борисович. Как вы считаете, вообще классное это мероприятие? Хорошо, что оно у нас проходит, вот, по-моему, прошло в пятый раз, да, если мне память не изменяет. И вот насколько оно важно именно для режиссеров, конечно, и для актеров, для актрис. Мы говорим про Самарскую театральную музу, вот где как раз Анастасия получила эту премию. Самарская театральная муза вообще номинирует актеров. Режиссеров не номинирует вообще. Это я знаю, я имею в виду, что вам как для режиссера, ведь номинируют актеров для ваших воспитанников. Да, я уже знаю, что монета мне обломится. Я уже, значит, вот, ну, мне бы, конечно, хотелось, чтобы двоих-троих, потому что играют они там все очень хорошо. У Лорд кена роль там обалденная. Но, конечно, у Насти она главная. Она идет сквозным, вот, с самого начала и до самого конца. Вот. И поэтому, ну, ей было грех, наверное, не дать. Да, Евгений Борисович, ну, судя по тому, что вот Анастасия как раз и получила этот приз, вы свой выбор сделали правильно. Ну, а вообще, честно уж, признайтесь, пожалуйста, сомнения-то были? Или прям четко нет? Нет, сомнений было куча. Я вообще большую часть времени репетировал с актрисой другой. Другой. Да. И, по-моему, даже не со мной. Угу. Вот. И с той, и с другой репетировал, репетировал. Ну, что такое? Ну, не идет. Ну, все ввалится. Все. Ужас какой-то. Кошмар. Беда просто. И вот уже в полный разгар этой беды я... Настя, ну-ка, давай попробуй. Да. Давай, давай. И буквально с первой, второй репетиции я понял, начинает получаться. О-о-о-о. Это было облегчение какое огромное. Все встало, встало как нужно. Я сейчас хочу прервать ненадолго наш с вами разговор. И вот, коль уж мы прямо сейчас с вами говорим как раз вот о Самарской театральной музее. Давайте посмотрим сюжет, как проходило вручение. И посмотрим на ваших коллег, которых также достойно отметили. Премия за лучшую женскую роль в драматическом театре досталась Наталье Прокопенко. Она сыграла Машу в спектакле «Три сестры» по одноименной пьесе Чехова. Актриса на профессиональной сцене уже 14 лет. Признается, выходить за наградой намного волнительнее, чем выступать для публики. Приятно за то, что это классика, и это Чехов. И за классику всегда это сложно. Чехов дается, некоторым актерам вообще не выпадает части его сыграть. А здесь это было замечательное приключение. Это были профессиональные люди, которые с нами работали. Я вообще удивилась, когда мне досталась эта роль, потому что режиссер... Я-то не думала, что я именно Маша буду. Я говорю, я не знаю, как это делать. Он говорит, это хорошо. Я знаю. Ты просто мне поверь. Лучшая мужская роль уехала в Тольятти. Премию получил Константин Федосеев из Театра юного зрителя «Дели Джанс». Награду актеру вручила главный редактор телеканала «Самары ГИС» Елена Орлова. Конкурс «Самарская театральная муза-2019» прошел в 25-й раз. В этом году в нем участвовало 26 спектаклей. Это лучшие творческие работы во всех профессиональных театрах губернии. Сегодня эта премия особенно важна, потому что мы наконец открыли театр для зрителя. И это большой праздник для всех артистов, для всех театральных деятелей, потому что мы можем придумать какие удобные театральные форматы онлайн, но живой театр главным образом происходит в живом общении зрителя и артиста. Подведение итогов должно было состояться еще в марте, но пандемия внесла свои коррективы, поэтому победители узнали о своих премиях только сейчас. Награждение традиционно прошло в формате капустника. В этом году его посвятили вынужденному полугодовому перерыву в жизни театров. Как соскучились наши зрители, как соскучились мы. Это настоящий праздник, праздник театра во всей области, когда спустя полгода мы все тут встретились. Поэтому сегодняшние победители, они будут победителями очень необычного года. Тайным голосованием жюри выбрало победителей по 13 номинациям. Лауреатов 14-й за вклад в развитие театрального искусства в Самарской области определило правление Самарского отделения Союза театральных деятелей. Награду досталось Сергею Соколову, директору Самарского театра юного зрителя «Самарт». Продолжая наши разговоры, хотелось бы поговорить о постановке, Евгений Борисович. Вот она, как и пьеса, на мой взгляд, очень метафорична. И спрятаны и в том числе и философские подтексты, скрыто множество символов. Вот кто-то их увидит, кто-то их не увидит, в зависимости от смотрящего. Но ведь согласитесь, пожалуйста, что в театре, помимо талантливого режиссера, артистов талантливых, есть еще и талантливый зритель. Но вот каков же зритель в театре «Самарская площадь»? Зритель разный. Бывают дни, когда мы просто молимся на зал, потому что это нечто. Как-то вот такой зал попадается, когда вот ловят буквально малейшие нюансы. И это счастливый день для нас. Счастливый. А бывает, когда зал вообще не ловит ничего. Ну, так, посмеется где-то и все. А так вот, ну, смотрит, ну, хвалит. Даже хвалит, но это не тот зал. Разный. Евгений Игорьевич, ну, все-таки вот ходят в основном молодежь, люди среднего, пожилого возраста. Либо это такая разноплановая публика, что не угадаешь, кто придет сегодня, а что придет завтра, да? Не угадаешь. А кто вот более искренний такой, кто более отзывчивый вот на ваше произведение, на ваш спектакль, который ставите? На каждый свой, наверное. Ой, да. В зависимости от того, что мы показываем. Анастасия, давайте перейдем к работе вашей. Роль, конечно, безусловно, очень сложная. Я не видела вживую спектакль, но я обязательно приду, посмотрю. Я его смотрела на видео, но, тем не менее, мне настолько передалось ваше настроение. Вы огромная умница, молодец. Вы премию свою действительно заслуженно получили. Это вот искренний комплимент. Но вот скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, когда вы работали над ролью, вот ради чего девушка готова снова и снова была терпеть лишения и страдания? Ради чего она ломала себе жизнь? И что все-таки важнее, любовь к мужчине или любовь к ребенку? Вот вопрос сложный, неоднозначный. Но мне кажется, в первую очередь, вот как раз-таки то, о чем я говорила, чему бы мне хотелось научиться у своей героини, это принимать решение. То есть Груша – это тот человек, тот герой, который в любой ситуации не плывет по волне, а принимает именно решение. То есть у нее есть несколько вариантов пути. И она всегда принимает тот верный, даже чаще всего в ущерб себе, забрать этого ребенка, отдать последние деньги, пойти через ущелье, рискуя своей жизнью. Но вот она все-таки верит, она принимает это четкое решение и отправляется в путь, в дорогу. Мне вот не всегда этого хватает. И я иногда такая вяленькая в этом плане, мне тяжело принимать решение. А вот она именно такая героиня с характером, очень стойкая, очень уверенная. И как и получается, что вселенная за это благодарность ей дарит. Что вот она не сдавалась, она не была у кого-то на поводу, а действительно шла к цели, и это вот все воздаст. Чем еще близка вам ваша героиня? Еще честностью, правдой. Я только недавно, мне кажется, в принципе, начала понимать, что такое сцена, что такое театр, и как себя в этом ощущать. Мне кажется, я только сейчас прихожу к какому-то верному пониманию, и поэтому, как правило, этому присутствую... До этого, как правило, случается какой-то кризис, и вот у меня такой переломный момент. И поэтому вот Груша пришла именно вовремя, чтобы, наверное, и я тоже нашла какие-то решения и пути. Мне очень хочется говорить со сцены правду. Я это очень ценю в людях, я это очень ценю в себе, я это ценю в зрителях, в коллегах. И всегда тот человек, который искренний, тот, который правдивый, он всегда мне будет ближе. Я вообще, в принципе, очень редко подпускаю людей близко. И вот я хочу говорить только правду со сцены. И Груша такая же. Она правдоруб, она честна перед собой, перед другими. Она не лукавит, она именно очень честная. А давайте сейчас посмотрим, как она говорит. Давайте. Большой отрывчик, пожалуйста. В городе тихо, перед церковью расхаживают голуби, а солдат дворцовой стражи шутит с кухонной девчонкой, что с реки идет с корзиной по дворец. Почему барышня не в церкви? Или что, она отлынивает от бога служение? Я была оденась для губернатора в пасхане, но обедом понадобился гуси. Вот меня и послали. Я знаю, кто он купил. С вашей сестрой нужно быть на щеку. Она тебе скажет, меня послали за гусин, а потом окажется, что не за гусин, а совсем за другим. Батон, и если это не пятнадцатифунтовый, откормленный кукурузой гуси, я готова съесть его перья. Надо бы взглянуть мне на этого гуся. Это король гусей. Его скушает сам губернатор. Значит, барышня опять была на реке? Да, на птичьем дворе. На птичьем дворе. Это значит, внизу по течению, а не наверху, где известный барышня пива. Анастасия, ну вы понимаете, что вы своей этой роли и работой задали такую высокую планку, что последующие роли Евгений Борисович уже наверняка знает, следующая постановка какая будет, и наверняка уже и в мыслях-то роли распределены. Дальше-то как? Ведь нужно выше и выше. А я искренне верю и надеюсь, что так и будет, потому что это и для меня ведь планка не простая, не низкая, достаточно трудная и высокая. И теперь благодаря этому, видимо, я надеюсь, что я становлюсь немного лучше, немного смелее, увереннее. И чисто в профессиональном плане я надеюсь, что я становлюсь немного мудрее, богаче, объемнее. И значит, дальше нужно что-то еще лучше, еще сильнее, еще страшнее в каком-то плане, еще сложнее, чтобы и свой уровень поднимать за этой героиней. Евгений Борисович, вот вы как режиссер, что хотели сказать посредством этой постановки? Кто-то из крупных режиссеров говорил, что если вы хотите от меня узнать, о чем я ставил спектакль, придите через полгода. Может быть, я уже догадаюсь. Правда, правда. Это диалог с Брехтом. Понимаете, это диалог с Брехтом. Это вот как с Чеховым. Там столько всего, что сказать, что вот я хотел сказать именно это. Ну, в целом, я хотел сказать такую вещь. Надеетесь. Все, возможно, будет не так и плохо. Может быть, все будет хорошо, может быть, мы победим. Это про Белоруссию, про Россию нашу, многострадальную. Это, в общем, где-то была боль за страну. И поэтому вот эта высшая справедливость, ну, будет она или нет. Евгений Борисович, ну, вот театральный сезон, ну, как бы, да, в сентябре открывается традиционно новый театральный сезон, то есть все-таки «Кавказский меловой круг» это премьера этого года, и вы будете дальше продолжать ее играть. Ну, вот все-таки в планах что-то еще задумано уже, какие-то наметочки есть? Ну, теперь будет такой шажок, который уже был как бы озвучен. Правда, мы эту пьесу пока, по-моему, даже не читали. Это пьеса Шекспира 2 Веронца. Так. Когда будем делать, не знаю. До этого мы будем делать с приезжим режиссером Достоевского рассказа. Рассказы. Рассказ, один рассказ. Он называется «Чужая жена и муж под кроватью». Комедия. Комедия. Уже, судя по одному названию, понятно, да? Ну, вот все-таки, если обратиться, опять же, к этому спектаклю, Анастасия, у меня к вам вопрос. Вот в репертарии ведь театр «Самарская площадь» есть и классика, есть и современные пьесы зарубежные. Вот отечественный автор, опять же, да, Евгений Борисович позвучил уже Шекспира. Скажите, пожалуйста, все-таки, что вам ближе? Сейчас «Брехт». До этого, на самом деле, в моей жизни как-то все так разбивается на периоды. Пока я училась, у меня был период чернухи. Вот прям лютые, страшные чернухи. Мне хотелось читать, смотреть только это. Типа пластилина Сигарева, типа вот всех этих ребят Серебренникова. Был период классики, был период исключительно зарубежной драматургии, был период Ирландии. То есть я болела Макдонахом, страшно болела, и на свой дипломный спектакль я взяла «Королеву красоты Макдонаха». А сейчас, наверное, Брехт, да, потому что он настолько многогранный, он действительно эпичный, но еще я безумно люблю Вырыпаева. Да, это прям мое, это мой автор. Я его чувствую. Более того, как-то получается, что после, не знаю, наверное, у всех актеров так, что после того, как ты сыграл какую-то роль, она обязательно случается в твоей жизни. Вот это странно, иногда страшно, неприятно, но действительно это работает. Пусть не все аспекты, которые озвучены в роли. Но это многие актеры, кстати говоря. Но да, это работает. Особенно по кино. И поэтому, когда ты играешь эту роль после того, как ты уже это пережил, ты вдруг понимаешь, господи, каким пустым я был до этого момента, я вообще ничего не понимал. И тут вдруг на тебя приходит это осознание, и ты уже совершенно иной, совершенно по-иному. И спектакль звучит иначе, и зритель тебя чувствует иначе. Это какие-то такие вибрации невероятные получаются. И все это замечают вокруг. Евгений Борисович, а вот с актерами, с вашими... Хорошая работа. Да, коллаборации какие-то происходят, вот взаимодействия. Вот нравится человеку, вырыпая, а вот, может быть, как-то вы прислушиваетесь. Диалог в этом плане происходит. Ставите вы то, что нравится актерам, к примеру. Скорее всего, им нравится то, что мы старим. Я у них ничего не спрашиваю. Нет, актер это настолько пластичное такое нечто, что вот Вырыпаев, да сроду она о нем, наверное, не думала. Не правда. Сыграла в... А, ну ладно, думала. Но сыграла в двух пьесах Вырыпаева, не влюбиться в этого парня, ну невозможно. Хорошо. Чувствуете ли Вы себя артисткой, может быть, какого-то определенного амплуа, Анастасия? Вот к счастью или к сожалению, не верю я в амплуа. Наверное, не совсем правильно. Наверное, так или иначе, оно существует и дает о себе знать. Но не хочу я с этим соглашаться. Я все равно верю в то, что если режиссер правильно преподнесет задачу, если он правильно объяснит, что от актера требуется, актеры сделают все, что угодно. Правильно, Евгений Борисович сказал, что это настолько пластичный материал, что главное объяснить, что нужно, задачу поставить. И актер вам задаст такого, что вы даже сами от него не знаете. А вот давайте-ка мы посмотрим, чего такого вы задаете на спектакле «Кавказский маловый круг». у нас еще и знатровок. Она брела безлюдные горы, брела по военно-грузинской дороге, пела песни, молоко попала. «Колдин, Михаил, пора людям есть, более же их на травке, а в нашей дружине сейчас раздобудит кружечку молока». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дома Артёма, не будет ли у вас кружечки молока и, может быть, кукурудные литушки? Э-э-э-э! Молоко! У нас нет молока! Господа солдаты из города забрали всех наших кост. Если вам нужно молоко, пойдите к солдатам. Нет, 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 нет! Вы не поняли? Может быть, у вас найдется немножечко молочка для ребенка. За спасибо, что ли? Почему же вы заспочили? Мы, ладим-ка, княже? Ух, ты, молча, что ли? Ух, ты, молча, что ли? Мы не пришли к нему. Ух, ты, молча, я... Ух, ты, молча, я... Ух, ты, молча, я... Ух, сколько за кружечку? Три пяста! Молоко меньше дровое. Три пяста! За вот эту вот каплю! Михаил, ты слышал? Три пяста! Нет, этого мы себе позволить не нужим, Михаил! А-а-а, три пяста! Попробуем сначала вот так. Спасибо, Михаил! Иду в моем трех пястках! Грудь пустая, но тебе кажется, что в ней есть молоко, а это уже нет! Открываем! Мы готовы! Евгений Борисович, ну что же, может быть, сейчас подведем какой-то итог нашему разговору. Что бы хотелось сегодня сказать самарскому зрителю, ну, разумеется, наверное, пригласить в театр «Самарская площадь». А еще, вот, что бы хотелось сказать людям, которые приходят к вам каждый день? Я знаю, у вас билеты, ну, очень сложно достать, и зал всегда занят. Всегда. Это очень ведь дорогого стоит. Я права? Ну, конечно, конечно. А сказать, ну, вот, у нас достаточно богатый репертуар, но я думаю, что мы стараемся, стараемся, чтобы зритель уходил с каким-то светом, с надеждой, и чтобы у него, не дай бог, не болела голова. Анастасия, какие надежды вы возлагаете на работу в театре «Самарская площадь»? Я вот, кстати, вас не спросила, а, наверное, напрасно. Как вообще вас судьба привела в этот театр? Угу. Конкретно в этот театр, вы знаете, в нашем театре приживаются не все, но если ты прижился, то это навсегда, наверное. И мы как бы... Возможно. Мы сразу чувствуем, вот если приходит новый человек, мы сразу понимаем, наша это семья или нет. А у нас именно семья. Я по-другому не воспринимаю наш коллектив без лукавства абсолютного, безусловно. И как бы, да, когда ты попадаешь в этот театр, тебя принимают, и ты понимаешь, мне больше никуда не надо, я больше никуда не хочу, я люблю этих людей, я хочу с ними дальше развиваться, мне с ними интересно. И мы все на одной волне, вот что очень дорогого стоит. И с режиссером, и с актерами. Поэтому и нас... Мы очень часто получали премии за ансамбль, потому что действительно, наверное, такого больше я не видела в других театрах. В коллективе, да, трубе театра. Да, ни в самарских, ни в других театрах, в московских, питерских. Действительно, мы так друг друга чувствуем, что на сцене ничто не может пойти не так. А если что-то вдруг пошло не так, то зритель никогда об этом не догадается, потому что все плечом к плечу, но все так выкрутят, вывернут, что это будет даже лучше, чем было. Это какая-то такая живая импровизация, и спектакль поэтому живой, поэтому каждый спектакль новый, и каждый смотрится иначе. Евгений Борисович так искренне, он улыбнулся и посмеялся, он так точно поднял. Я этого не знал. О чем вы говорите? Я в второй день открываю какие-то горизонты новые для Евгения Борисовича. Благодарю вас за очень такую душевную беседу, хочется пожелать вам новых премий и наград, вам, Евгений Борисович, вашему театру, замечательному, дальнейших аншлагов, благодатного материала, ну и, конечно, очень преданного зрителя. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, посмотрели программу «Город С». Идите, идите немедленно в театр. Всего хорошего. До свидания.